Естественно, дополнительные услуги. В детском клубе со мной согласятся многие мои коллеги, которые работают. Основное все-таки, и в этом есть проблема, когда от нас требуют сделать очень много денег на дополнительных услугах. Естественно, мы понимаем, что это достаточно сложно, потому что мы предлагаем расписание. Еще один очень важный момент. Инструкторы, они работают не только с детьми, но и с родителями. А это зачастую намного сложнее бывает, чем работа с детьми. Поэтому вот эта административная работа и получение обратной связи, инструкторы должны очень четко, хорошо понимать психологию, не только детскую педагогику, психологию, но и работа со взрослыми, иногда капризными, мамочками, папочками. Чем мы рискуем, собственно, вообще, когда принимаем решение? Что нас может остановить? Да, кричащие дети, бегающие по клубу. Это просто для некоторых инвесторов просто неприемлемо. Ну, не хочет человек, чтобы в клубе бегали дети. Иногда наличие большого количества спортивных школ, просто школ, садов, это, наоборот, хорошо. То есть это не является, они не являются для нас конкурентами. Почему? Потому что для родителя очень важно, кто является родителем, они меня поймут, чтобы все было в одном месте, чтобы не было вот этой вот бесконечной беготни. Они быстрее, у нас через 15 минут секция по танцам, потом мы летим заниматься дэквондо. Это все очень выматывает. Нужно организовать, нужно няню, может быть, подключить папу, бабушку и так далее. Мы пришли после школы в детский клуб, и у нас тут все очень хорошо спланировано. И зачастую даже родители уходят из, разбираются у детей из спортивных школ и переходят в наш клуб. Еще более тупиковый вариант, когда в формате пересиделки устанавливается лабиринт. Это еще и вреднее, ко всему прочему. Лабиринты, они не приспособлены для фитнес-центров, они исключительно приспособлены под торговые центры. Потому что ребенок каждый день в лабиринт ходить не сможет. Ну, это просто ему это будет неинтересно. После лабиринта, если кто ребенка своего вытаскивал, в каком состоянии он пребывает, еще последующие 2-3 дня нужно его вот так вот успокаивать и больше туда не пускать. Это еще и понятно, что я, мама, 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 они все-таки, папам, кстати, нравятся лабиринты. Давай, сынок, преодолей, перепрыгни, здорово, я тебя поснимаю, классно. Но мама относится более трепетно так вот к деткам. И все-таки нежелательно посещение лабиринтов для детей, особенно маленьких, особенно дошкольников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова